сегодня решил написать видео что такое правильный завтрак и вы знаете я как-то раньше этому и придавал значение многие действия совершал на автомате но просто я понимаю как завтрак обеспечивает мой рабочий день а когда задумался над этим вопросом понял насколько сложно это делать вам вот решил написать это видео знаете каждый из вас знает как правильно одеться в зависимости от тех условий в которых он сегодня будет находиться если вы идете в бассейн то вы берете одни предметы одежды с собой если вы идете в тренажерный зал или заниматься теннисом одежда совершенно иная если вы идете просто на работу для работы в офисе третье если вы идете в театр на концерт на дипломатический прием там каждый каждое мероприятие требует своего вида одежды своего подбора тех аксессуаров которые вам нужны и вы это делаете тоже на автомате вы делаете это в автоматическом режиме знаете когда ваш косметолог говорит что для того чтобы пойти в бассейн нужен такой макияж она теннисный корт вот такой а на работу лучше вот так а вечерний макияж отличается от дневного теми тем вы это тоже усваивая эту информацию вы в него обучаетесь и в принципе стараетесь не допускать ошибки все ошибки наверняка есть подумаешь они такие крутые не думаю что вы возьмете с собой купальный костюм и пойдете на дипломатический прием у вас там это мягко выражаясь оригинально воспримет знаете когда большинство людей питается по своему усмотрению не проконсультировавшись диетологом не сопоставив свой образ жизни распорядок дня с теми продуктами которые вы будете собираетесь вести свой организм то вы знаете у диетолога к вам такое же примерное отношение как появлению в теннисном костюме на дипломатическом приеме вы не задумывались над этим вы считаете что какая-то одна любая известная сегодня система питания способна обеспечить вас на все случаи жизни полезными питательными веществами знаете но на украине у нас я так понимаю 45 миллионов диетологов но судя по тому что население постепенно сокращается молодежь не может восполнить скажем так увеличением рождаемости ту громад то громадное количество ошибок которые допускают людей питание люди к сожалению очень много допускают ошибок питание поэтому и появляются у вас болезни поэтому и сокращается продолжительность жизни знаете я вот понял вот эту ситуацию понял понимаю ваши сложности поэтому вот это видео больше мотивационным вы видите ссылочку на мой канал и подпишитесь потому что дальше пойдут видео зависимости от тех условиях которых вы вот я предполагаю можете оказаться чтобы вы понимали что если вы растущий ребенок вам нужны одни продукты питания если вы мужчина или женщина вам уже абсолютно разные продукты питания там в чем-то будете похожи но есть специфические продукты которые нужны либо мужчинам либо женщин либо детям либо пожилым и зависимости от того интенсива по работе в зависимости от погодных условий вы будете их менять это очень важно знаете очень плохо на летней резине выход зимой когда гололед когда снег скользко машине вы знаете в советские жигули очень плохо летнее масло оставить до зимы вы движок не заведете масло густое летнее а если вы зимний оставите случайно и весной его не поменяете все сальнички протекут поэтому вы должны наверно поднимать верно этим видео вы поняли что не все так просто в королевстве датском что питание все-таки должно обеспечивать вашу активность а не работа любой ценой что работа любой ценой это все на кладбище заканчивается лучшем случае это в кардиореанимации берегите свое здоровье смотрите видео на моем канале